Есть еще один ученый. Они все примерно в тот период начальный. Это тоже известная личность. И тоже я вам расскажу. Специально здесь делал его. Расскажу про него. Что он сказал? То есть, в точнее, что такое суфизм, да? Богословское пояснение. Можно, что это такое как термин? Не языковое, именно, богословское. Ну, хорошо сказал, на самом деле. Классно пошел. Суфи, он говорит. Они предпочли… Сейчас пока постараюсь более-менее подстрочно перевести вам. Они предпочли Всевышнего всему остальному. Так, ладно. А потому Всевышний их предпочел всему остальному. Ладно. Что такое они предпочли Всевышнего всему остальному? Потому что они предпочли знание Всевышнего своим знанием. И свое и предпочли желание Всевышнего своим желанием. Человек неверующий. Даже тот таксист, когда мне сказал, он верующий. Я говорю, нет, он неверующий. Он атеист, и он найдет все оправдания для своего атеизма. Человек верующий за любой проблемой верующий, если он живой верующий. Живой. То есть, я сталкивался, и вы наверняка сталкивались с ситуациями, которые очень сложные, трудные, где-то просто смертоносные и так далее. Если мы люди верующие, мы смотрим сквозь них, сквозь эти камеры в том числе. Мы смотрим сквозь обстоятельства и стараемся увидеть что? Да, божественную милость в этом. И рада. Его желание. То есть, мы не ставим сразу свое желание. Мне некомфортно, мне неудобно. Вот деньги так, или это так, или здоровье так. А за что? А почему? Я этого не заслужил. Меня что наказывают? Нет. Это все наше желание, все эти реплики. А человек верующий, он сразу переключается не на свое знание, а знание Всевышнего. Но Всевышний знает, зачем эту ситуацию дал. Не свое желание, а желание Всевышнего. Он это пожелал. Поэтому человек верующий что? По сути дела, какой бы ситуация ни была, он что? Он берет ее, если нужно – бом бьет, если нужно, ногой между ног бьет, как угодно там. То есть, он ее принимает. И при этом получает что? Огромное удовольствие и что? Благодарить Всевышнего. Вот это верующий, понимаете? То есть, он принял это как подарок Всевышнего. Потому что Всевышний пожелал и своим знаниям, и вообще своим желанием, чтобы человек с этим столкнулся. Ну, так человек, вытащи из этой ситуации максимум, если ты верующий. Отнесись. Мы все знаем это высказывание. Важно не, что происходит. Как важно, как мы к этому относимся. Конечно. Но вот, когда там тебе совсем плохо, совсем никак, у тебя высокая температура, тебя рвет по полной программе. Ты сидишь на карачках перед этим унитазом. Все, вот так вот у тебя там все, и голова болит, и все. И ты скажешь, Шамиль, как можно это полюбить? Да это вообще мелочь. Хорошо, что у тебя головой не бьют об этот унитаз. Поэтому вот этот момент, он как раз как определение. Хорошо. Кто такой этот Зунун аль-Мысри? Он тоже. Если Джунейд, он умер 297, то Зунун умер еще раньше, 245-м. То есть все они как раз это конец второго, начало третьего столетия по хиджри. Зунун. И здесь, то есть кто он? Он один из величайших ученых мусульманских третьего столетия по хиджри, из числа именно известных мухаддисов, то есть специалистов по хадисам, и фукаха, богословов. То есть, опять же, это был человек ученый. То есть не какой-то там дедушка, которому какие-то там сновидения или видения или откровения, там еще что-то. Нет. Это был ученый. Но в то же время, как мы говорили же, цитировали прошлую пятницу нашего современника, он уже умер, Мухаммада аль-Газали, который сказал, что в жизни мы видим, с одной стороны, очень неграмотных, но искренне верующих, которые совершают какие-то с точки зрения ислама непозволительные вещи, но они делают это настолько искренне пред Всевышним. И, с другой стороны, мы видим людей, которые через слово цитируют аят, хадис, но при этом они черствы, грубы, ненавидят других и так далее. Две крайности. А вот в идеале должно быть аят и хадисы и так далее, и так далее. И при этом вот это вот мягкость сердца, что четко прописано на самом деле. И здоровое сердце в Коране, и мягкость сердца в хадисах четко прописано. Но в практике. Зунун. Среди его высказываний. Два тоже высказывания выбрал. Очень красивые. Ну, не то, чтобы он там превозносит, суфиев и так далее. Нет. Но он говорит о чем? О том, что вот ауам, ну, как меня критикуют, что я называю там серой массой и так далее. Ну, инертная масса. Хорошо, что-то такое покультурнее скажу. Ну, вот это вот большинство, да, восемьдесят процентов, у которых постоянно кто-то другой виноват, но только не они. Все им должны, но только не они. Большинство… Они раскаиваются от совершения грехов. А вот хавас, то есть те люди, которые на самом деле работают над собой духовно, они раскаиваются, знаете, в чем? В том, что на какое-то время отвлеклись от познания Всевышнего. Гафля. То есть, по сути дела, не знаю, как у вас, но, по сути дела, у нас, у всех должно быть, как сердцебиение. Не вот этот вирт, который дал шейх, да, ну, пожалуйста, дал, пусть. Хорошо, ты еще раз говори, не вопрос. Но в идеале твое сердцебиение, Аллаху ма-фирли. То есть, вот в каждой ситуации ты, это как я на тренингах говорю, направляйте камеры микрофона внутрь себя. То есть, ты себя слышишь. И в каждой ситуации, когда ты вознесся над кем-то, ты сразу на место себя ставишь и проговариваешь Сауферова. Ты постоянно работаешь пред Всевышним. Тебе не важно, что подумают люди. Они скажут так, кто-то скажет сяк, не важно. Но ты постоянно реагируешь на свое внутреннее. И вот в том числе, когда ты на какое-то время отвлекся на что-то, да, на такое, ну, очень вкусное мороженое, и при этом ты забыл о Всевышнем. Ты настолько ушел в это мороженое. Или ты настолько вот сел в свой там Роус-Ройс, и прямо вот ты так весь там такой великий. Смотри, вот твоя мечта, детская мечта купить Роус-Ройс, она осуществилась. И, по сути дела, суфи, если поймает себя на этом, он может быть на Роус-Ройсе, не вопрос. Я, честно, в свое время думал, купить Роус-Ройс, а потом мне мой брат говорит, Шамиль, ты себе вообще представляешь, там, ну, имам на Роус-Ройсе, да. То есть понятно, с точки зрения налогов, там, налоговая, мне ничего не предъявит. Я там получу все эти налоги, там, у меня есть этот заработок. Но с точки зрения, ну, он говорит, ну, несерьезно. Не вопрос. Это хорошо. И вот, ну, мало ли, кто-то другой, да, ну, не имам. Вот он Роус-Ройс. И он ощущает, хоп, то есть он почувствовал, что на какое-то время он забыл о Всевышнем и начал думать о своем величии, как обладатель Роус-Ройса. Если он суфи, то он должен что сделать? Я это не хотел сказать, но об этом подумал. Он сказал продать. Ну, это будет высший пилотаж, конечно. Ну, давайте лучше не будем так. Пожалеем людей. Зачем? Мы же не машины, как бы, прямо вот так быть высокодуховными постоянно. Нет. Человек выйдет из этого автомобиля, например, сядет на траву в своем дорогом костюме. Ну, пусть хорошо коврик постелит под собой. Сядет и вот прямо поймет, что, ну, послушай, ну, это же какая-то мелочь, который одарил тебя Всевышний. Ну, как ты так можешь? И он сделает тауба, и раскается, и ставь рула, скажет и так далее, потому что на какое-то время он забыл о Всевышнем. На какое-то время он забыл о Всевышнем. И вот это вот гафля. И он уже в этом вопросе раскаивается пред Всевышним. Понятно, да? Разница. Одному нужно совершить преступления, потом раскаиваться, а другому не нужно, он их не совершает. Но даже если на какое-то время забыл о Всевышнем, он потом проговаривает, то есть он возвращается быстрее, старается наверстать. И поэтому я обычно говорю, то есть это как сердцебиение должно быть. Серцебиение. Помните имам Шафия вообще там по коже мурашки, сейчас у меня с собой нет стихотворения, как он там классно говорит о том, что… Ну, я вам в следующий раз, если не забуду, процитирую в очередной раз. И он там говорит, о Всевышний, мое восхваление тебя, упоминание тебя между дыханием, по-моему, и сердцем, когда я сплю, что-то в этом роде. Когда я поворачиваюсь, я о тебе вспоминаю. То есть в любой ситуации, да, то есть человек, он на связи со Всевышним, в любой. Даже имам Шафия говорит, просто вот пробуждайся, человек проговаривает то или иное какое-то там. Это он не с точки зрения того, что ему нужно тысячу чёток перебрать. Ну, не вопрос. Это тоже хороший тренинг, натренировывая тебя. Хорошо, потом в итоге это становится постоянно. Не вопрос. Но в идеале вот такое состояние. Субтитры создавал DimaTorzok